Олечка, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам пришли, нашли время. В первую очередь я поздравляю вас с прекрасным выступлением на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спасибо вам за то, что у вас получилось завоевать и серебро, и бронзу для нашей страны. Какие у вас ощущения после Олимпиады в Рио? Спасибо. Ну, разные ощущения, про какие именно вы хотите знать. Вообще, в целом, как вам Олимпийские игры? У вас есть чем сравнить? У вас за плечами три Олимпиады уже, можно так сказать. Вот где вам понравилось больше всего, и как вас встречал в Рио? Ну, в Рио встретил не очень хорошую погоду, ну, так как там сейчас зима. Ну, было не сильно холодно, было где-то 20-25 градусов, ну, нормально, только дождливо было. Но организация была так себе, хотелось, чтобы было лучше, деревня была, не очень хорошие условия. Просто видно, что делали все на скорую руку, и для спортсмена очень важно, где он спит, где он ест, и как он ест, чем он питается. Вот для меня, конечно, еда там была не очень хорошая, я не сильно там кушала. Вот еще просто, плюс перед соревнованиями, там, очень много нервов, всякие мысли, кушать совсем не хотелось. Ну, а еще, когда оно невкусное, то вообще ничего не хочется кушать, поэтому уже после соревнований я уже так находила уже, что можно поесть. И, ну, вообще, в принципе, ощущения хорошие, и просто потому что это Олимпиада, и все-таки... Ну, вот и хорошо, если сравнить, например, с точки зрения организации Лондон и Пекин, так как вы были на трех Олимпиадах. В Лондоне, наверное, самое большее мне понравилось. А чем? Самое лучшее. Организации, условиями, я же говорю, опять еда, всякими развлечениями для Олимпийцев было. В Лондоне этим очень было. Еще рядом возле деревни был торговый центр большой, поэтому мы туда ходили часто, и, ну, как-то вот... А с точки зрения организации самих соревнований? Соревнований... Мне очень понравился зал сейчас в Рио. Он был так необычно сделан, наши дорожки, четыре дорожки были вот так вот крестом сделаны, и посредине был подиум. Он был небольшой, немного мест, и так что людей было немного. Но вообще мне понравилось в целом. Мне нравится, когда не сильно много людей, меньше шума. Скажите, вот мне всегда было интересно, чемпионат мира, есть чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Можно как-то эти три соревнования сравнить между собой? Либо Олимпийские игры — это для спортсмена вот вся его мечта, вся его жизнь. Мне кажется, вот для кого-то чемпионом мира стать — это тоже мечта всей жизни любого спортсмена. После этой мечты идут уже Олимпийские игры. Олимпийские игры, да, конечно. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры. Каждый спортсмен мечтает мало того что-то попасть и привезти оттуда медаль. Любую, мне кажется. Но сравнивать в этом чемпионате Европы и чемпионат мира с Олимпиадой я не могу, потому что чемпионат мира и чемпионат Европы у нас каждый год, а Олимпиады раз в четыре года. То есть это вот как для меня лично Олимпиада — это уже вот пик горы, и чтобы туда добраться, нужно пройти очень многое. И было тяжело, было очень тяжело. Поэтому на Олимпийские игры нужно выложиться уже на 100 миллионов процентов, чтобы добиться той медали. Но лично я так делаю. В Лондоне вы стали бронзовым призером в личном первенстве Олимпийских игр. Здесь тоже бронзовая призерка Олимпийских игр. Как думаете, что у вас не удалось и почему не удалось получить заветное золото? Еще я, наверное, долго буду думать об этом, чего именно не хватало. Может быть то, что все ждали золота, я сама ждала золота. Может, я не справилась с этим накалом, с этими нервами. Потому что я по себе помню, что именно в этом бою, который я проиграла, я была сама не своя. Я была нервная, я отвлекалась на все. То есть еще плюс судья, он не давал мне вдыхнуть. Ну, то есть может быть это одно на другое и все. Но я рада, что я собралась именно за третье место и приехала как бы с медали. Это самое главное. Когда вы уже поняли о том, что вы бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио, первое, я так понимаю, вас поздравила мама и президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубко. Что они вам сказали? Первое, вообще, в принципе, вот как только закончилось, вот я помню хронологию всего этого. Вы даже запомнили? Ну, конечно. Мне кажется, в такой момент очень тяжело собладать сими эмоциями. Ну, я вот я не собладала, я плакала очень сильно. Но я помню, что я сразу после боя подошла к Олегу Штурбабину, тренеру, который возле меня сидел, он меня обнял. Потом подошла к Вадиму Марковичу Гуцайту, меня обнял, поздравил. Вот, а потом я уже пошла к трибуне болельщиков, которые за нами болеют. И первый, кто меня обнял на трибуне, это была двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Мария Лизагунис, которая фехтовала в Лондоне за бронзу. И я, честно, была очень приятно удивлена, потому что это... У нее на глазах тоже были слезы, она меня обняла, она сказала, что я этого заслуживаю, то, что я там молодец. И для меня это было вообще такое чувство, что человек за меня болеет, и он рад за меня, как за спортсмена, как за друга. Вот, потом уже, конечно, мама подошла, подошел Сергей Назарович, он всегда присутствует на моих соревнованиях, на Олимпийских играх, присутствовал на командных соревнованиях, и всегда я чувствую его поддержку, и спасибо за это огромное. И вообще национальный комитет очень много чего делал для нас, именно в подготовке к Олимпийским играм. И, конечно, Сергей Назарович, он именно в своем присутствии, он, наверное, все-таки дает какие-то силы, потому что, когда такой человек присутствует на таких соревнованиях, и оно даже никак не сжимает, ну, кажется, да, можно зажаться, но на самом деле нет, я всегда расслабленная себя чувствую, когда Сергей Назарович рядом. Но вот потом подошла сестра, ну, и там уже девочки плакали, мои сокоманницы, то есть это уже такое приятность, и я еще, наверное, час не могла успокоиться. А когда вы стояли на пендестале, какие у вас были ощущения? Я очень радовалась, я была рада, я, ну, у меня слезы были на глазах от того, что я стою здесь, у меня эта медаль, и, ну, может быть, такие, там, 50 на 50, что я могла стоять выше на пендестале, вот, поэтому... Ну, все же я вам желаю удачи, я думаю, что, наверное, все-таки, возможно, следующие Олимпийские игры будут ваши, мы будем надеяться на это. Вот вы сказали только что про команду, вы также завоевали серебро в команде. Скажите, а где выступать тяжелее, в команде или в личном первенстве? Не могу сравнивать эти два соревнования, потому что совсем разные чувства. Вот, например, когда я в личном фехтовала, то я фехтовала со своей командницей Алиной Камощук за ход в восьмерку, и мы там были соперницами, и я уверена, если бы там я проиграла Алине, она бы могла завоевать медаль, это 100%, но на тот момент хорошо себя чувствовала в плане фехтования. Ну, я в тот момент была сильнее, и, видимо, Алина, может быть, в какой-то мере мне бы позволила, чтобы я завоевала эту медаль. А вот в командных, конечно, мы уже как были, как семья. Одно целое. Да, как одно целое, и потому что мы, в первую очередь, мы готовились только на командные, потому что нам нужны не кому личная медаль, а именно командные четыре медали нам нужны, которые мы заработали. И для девочек, тем более, это первая Олимпиада, и для меня уже третья, я уже как опытный спортсмен, там им рассказывала, что будет очень тяжело. Я не говорила, что будет легко, я их не успокаиваю, что все будет хорошо, и все, я говорила, что все будет тяжело, будет очень тяжело. И то, что эмоции надо с ними совладать, и вас будет трусить, но это вот так и должно быть, потому что это все-таки Олимпийские игры, то есть я настраиваю на то, что будет тяжело. И я безумно рада тому, что они справились с этим, они справились с этим волнением. Видно было, что я вот как бы после личных соревнований уже чуть-чуть так повеселела, у меня есть медаль, понятно, а у них вот иначе такие зажатые были. Вот, но вроде как неплохо себя чувствовали, и очень много тренера помогали нам. Психолог с нами работал, Андрей Борисович Колосов, очень много, и вот у нас вот как бы собирал всех вместе. Он был с вами в Рио? Он, к сожалению, не был в Рио, поэтому, может, если вы видели фото, мы стояли с ладошками, у нас тут написано, там было... Ну да, есть такое фото, мы тут написали его инициалы, и там сердечко, потому что, на самом деле, Андрей Борисович очень много для нас делал, и он с нами тренировал нас, и вот готовил именно Криво, но так получилось, что его с нами не взяли. Опять же, к сожалению, да, но мы вот таким вот образом решили дать ему знать, что мы все-таки ему благодарны. Вы сегодня пришли с вашими двумя олимпийскими медалями, я, можно, возьму, покажу, это бронзовая медаль. Скажите, когда вы получали вторую награду свою, вы понимали, что вы уже двукратная бронзовая и серебряная олимпийская чемпионка. Что вы думали вообще, вот ваши планы на дальнейшее? Мне кажется, вот ваша мечта осуществилась, вы выступили на олимпийских играх, вы получили эти заветные медали, и мне кажется, когда ты уходишь с медистала, да, у тебя есть эмоции, но нужно двигаться дальше. Вот какие у вас сейчас планы на дальнейшее? Ну, план не выполнен, это в любом случае, потому что это серебряная и бронзовая медаль, если бы тут лежало две золотых, я бы еще сказала бы, что план выполнен. Но я радуюсь тому, что есть, и у меня еще две медали плюс мою коллекцию. Конечно, планы... Ну, в олимпийской чемпионке, в Пекине. Да, в Пекине, да. Но нету в личных соревнованиях. Ну, как бы золота мало не бывает, все равно, конечно. Хочется всегда, чтобы было лучше. Ну, планы сейчас пока только отдохнуть. Пожить для себя, пожить для семьи. Так как я замужем, мне хочется побыть с мужем, потому что мы долго в разлуке, там, подготовка и мысли были совсем не о том. Хочется, я же говорю, побыть просто семьей обычной, которая, там, может дома быть, вместе гулять или что-нибудь такое. Ну, что, на самом деле, этого не хватает. А потом, уже, может быть, я вернусь. Надеюсь. Но вы пока о Токио не думали? Думаю, конечно. Думаю. Думаю, конечно, я, да. Я думаю о том, чтобы вернуться к Токио и поехать в Токио обязательно. Потому что есть командные соревнования. Когда есть командные соревнования, это проще попадать в команды. Не знаю. А почему проще попадать в команды? Ну, потому что, если попадает команда, то попадает четыре человека. Поэтому если попадает, ну, команда не попадает, ей только один или два человека максимум могут поехать, поэтому надо попадать в команду, чтобы поехало четыре человека, это больше шансов на медаль. Расскажите о подготовке к Олимпийским играм, она как-то была у вас немножко другой, например, чем к чемпионату мира или к другим соревнованиям, у вас какой-то, может, как-то вас там тренеры настраивали по-особенному? Ну, я понимаю, что психологи, я так понимаю, с вами работали, вы сказали, но может как-то в плане ваших тренировок, может, они у вас были усилены, может, у вас были намного больше сборов, например, у художественной гимнастики, так как я знаю, я была, занималась художественной гимнастикой, я знаю, у нас были огромные сборы, там, по три тренировки в день, может, у вас тоже так же было? Ну, у нас сезон просто сам по себе очень длинный получился, именно вот этот 15-16, то у нас он начался в октябре, а вот закончился Олимпиадой, в октябре 2015 года и закончился Олимпиадой 2016 года, то есть вот этот вот сезон, наверное, самый сложный был, потому что между чемпионатом мира в 2015 году и первым соревнованием в октябре, ну, то есть там прошло полтора месяца, на отдых было, у меня лично, я была в отпуске, там, 10 дней, и все, то есть, а перед этим был такой же сезон, тоже сложный, и выдержать именно морально, вот это было, вот, это, наверное, да, тяжелее, физически тоже тяжело, потому что в этом году, в этом сезоне у нас было побольше выездных сборов, потому что вот такой был план, чтобы, ну, что у нас, к сожалению, нет места, чтобы тренироваться, нет условий, и при этом приходится выезжать постоянно, но выезжать иногда не получается, потому что нет средств, вот, но в этом году, в этот сезон все-таки нашлись средства, чтобы поехать, там, на сборы, там, мы ездили в Гонконг, на сборы, в Италию, на сборы два раза ездили, перед Олимпиадой ездили в Хьюстон, то есть мы пытались все-таки, наша сборная пыталась выезжать. Ну, вот, вот вы сейчас сказали, что вот именно в этом году вам все-таки нашли средства, вам выделили для того, чтобы вы выехали, Сейчас все спортсмены приезжают и говорят, толдычат одно и то же, что у нас нету залов, у нас невозможно, у нас нету финансирования, у нас нету спонсоров. Как думаете, почему все-таки в Украине на таком низком уровне спорт? Да, мы вас очень любим, наших спортсменов, мы уважаем и мы всегда готовы помогать, с точки зрения журналистов это рассказывать, но почему-то наши чиновники, наши министры, они не готовы выделять такие деньги, при том, что они приезжают в Рио, вместе с вами болеют за вас, переживают, но обратно возвращаются и все на том же уровне и стоит. Почему такое финансирование в Украине? Ну, в первую очередь, это надо у них спрашивать, у нас только мнение по этому поводу, потому что мы видим это все изнутри, как спортсмены. На самом деле это очень печально, потому что после этой Олимпиады, к сожалению, будет больше утек спортсменов и это очень плохо. Осуждать их за что-то, да, невозможно. Поэтому я не могу сказать, что в Украине всегда были условия для тренировок. Нет. Вообще, да, то есть сказать, что там в независимости, за время независимости Украины были хорошие условия для тренировок. Не было такого никогда. Но сейчас больше на это начали обращать внимание, потому что очень мало медалей. Потому что на самом деле, да, за вот эти два года то, что... Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что мы живем в какое время, да, для нашей страны. У нас кризис. И хочешь не хочешь, это также и на спортсменов. То есть морально и физически это как бы накладывается. И, понятно, и финансирование, и как бы спорт во всем мире продвигается, идет дальше. Там все усовершенствуются, но в Украине он стоит на месте. Вот даже вот за последние два года фехтование, само фехтование изменилось. И подготовка изменилась. Все стали, ну, то есть больше уделять внимание на именно целеустремленные физические данные, на физическую подготовку. И вот когда спортсмен, в принципе, в хороших условиях, ему легче тренироваться, моральней. У нас как бы такого нет, но мы такие закаленные, что, не знаю, мне кажется, нам в амбаре посели эту дорожку. Я надеюсь, такого не будет. Я надеюсь, что закидает, кого не найдет, не дойдет, но все равно. То есть мы тренировались в любых условиях. И это очень печально. Но вот это, вот эти вот медали, это плод того, что мы, насколько мы сильные на самом деле. Потому что если бы у нас были хорошие условия, просто там, как, допустим, как в Европе, потому что там есть Европа, за границей, у нас бы были бы сейчас золотые медали. Это в любом случае. Но мы будем радоваться тому, что есть. Потому что у нас нет выбора. Спасибо вам. Да, спасибо. Ну, это спасибо тренерам, спасибо всем остальным, кто с нами работает. Но мы просто выживаем, понимаете? Потому что на самом деле, да, это нужно спрашивать у чиновников, у министров и всего почему так. Не у нас, не у спортсменов. Вот у меня много кто спрашивает, почему вот, почему. Ну, понятно, вы ни в чем не виноваты. Да, понятно, это просто мнение и смотреть, где тренируется Верняев, например, смотреть, где тренируется Резаддинова, потолки низкие. То есть, смотреть, где тренируюсь я, например, и моя команда, которая там, школа там, Николаев, ее никак не могут достроить уже. Боже мой, это не частную школу, достройте уже. Вот. И там зал достроить. Ну, то есть, в Киеве у нас нет зала, который в конче заспе. Элементарно, на олимпийской базе, олимпийского вида спорта, который один из успешных в Украине, нету зала. Мы ходим по игровым залам, по дзюдо залам. То есть, это, честно, стыдно. Вот, и из-за этого, слава богу, что вот так. Слава богу, что у нас есть серебряная медаль, и вот мы на самом деле сильные. Потому что некоторые спортсмены, да, и у нас, почему у нас очень много четвертых мест, пятых мест. Потому что не хватает чуть-чуть, вот, вот чуть-чуть не хватает. Вот, может, какой-то моральной поддержки, и, конечно, и физической поддержки, и материальной поддержки. Всегда, ну, то есть, вообще спортсмена, в принципе, нужно мотивировать. Безусловно. Да. Скажите, на прошлой неделе министр спорта в Украине и гражданах сообщил всем, что выплатил все премиальные, которые обещал на олимпийских играх. Это правда? Да. Вы получили уже. Вот, именно, как бы, министерство выплатило, и все хорошо. Теперь надеемся, что город нас отблагодарит как-то. Да, конечно, город, область, очень хочется, потому что я вообще сама с Николаева, с Николаевской области, и вот эти медали, это привезенные в мой родной город. И теперь хочется, чтобы город тоже отблагодарил, конечно. Ну, хоть на этом, слава богу, что министерство сдержало свои обещания и во время выделировано. Да, ну, как бы, мы хотим, мы как спортсмены, это наша жизнь, это наш заработок, наша работа. Поэтому мы вот ради того, чтобы жить дальше, мы вот завоевываем эти медали. Скажите, также национальный олимпийский комитет обещал выделить какие-то премиальные, было ли такое, или еще не успели они? Нет, еще не успели, но я уверена, что так и будет, то есть это национальный олимпийский комитет. Где сложнее и где, наверное, моральнее тяжело, самой выступать или все-таки на трибуне сидеть? Все-таки на трибуне, вообще не знаю, как это люди делают. Не знаю, как моя мама справилась с этим, и сестра, которая сидели, смотрели, и все остальные люди, которые вообще болели, и смотрели, как мы фильтуем. Но на самом деле это очень сложно. Во-первых, я ничего не понимаю там. Я не понимала, как там сидела возле меня Лена Федорова, которая мне объясняла, когда мы Илью и Квашу смотрели. Я говорю, правильно сделал? Ну, там не так. Ну, вот это правильно, все. Потом, когда мы смотрели Анню Резадинову, возле меня сидела Вика Мазур. Она мне объясняла, она еще плюс нервничает, я не хочу ее дергать, это такой хибиш, я не могу понять, что происходит, но все кричат, все довольны. Все радуются, все плачут, мы вместе с ними плачем. Ну, то есть, эмоции вообще колоссальные. Я очень завидую, может быть, какой-то чуть-чуть завидую с болельщиком, который болеет. Вот эти вот эмоции, этот адреналин, это вообще очень круто. Вы также выходили уже на закрытие Олимпийских игр с флагом Украины. Кто вам предложил такую идею, и какие у вас были ощущения, когда вы вышли на стадион и несли флаг нашей страны? Ну, вообще, в принципе, это большая честь нести флаг нашей страны на закрытие Олимпийских игр. И мне, конечно, предложил Сергей Назарович. И, ну, то есть, я, конечно, согласилась, потому что отказать я просто не могла и не хотела бы никогда в жизни. Для меня это, ну, я им там просто сверкала этим флагом так, чтобы все видели под дождем, все равно какая погода, ветер, снег, дождь, все равно. То есть, я была счастлива, что я в руках. И самое, самое, вообще, мне понравилось, что ко мне подошли наши, кто был на закрытии, сборная. И все фотографировались, Оля, ты молодец, стой, да. Они уже в дождевиках, а я мокрая. Да не, круто. Давай тебе дождевик. Нет, не надо. Мне так классно. Ну, вообще, сама вот эта эйфория, вообще, да, очень хорошо. Мне очень понравилось. Многие спортсмены говорят, что в последнюю ночь перед соревнованиями, уже перед важными вашими стартами, особенно перед Олимпийскими играми, спать просто не удается. Особенно в тех условиях, которые были в Рио, там просто невозможно было уснуть. Я не знаю, почему, но многие спортсмены об этом говорят. Как у вас с этим сложилось, и вот когда вы... Последняя ваша ночь, и, наверное, какие-то, может, мысли у вас дурные лезли. Я просто вспоминаю Пекин, я просто вспоминаю Лондон, это вообще ужасные ночи были. То есть это ночью без сна, сто процентов. А тут я спала, ну, вот, я не знаю, к удивлению, я спала, не знаю, после личных, вот, до личных я еще так, не сильно. После личных я спала, просто вот, когда засыпала, уже так, у меня был такой мандраж, видимо, я уже понимала, что происходит, где я нахожусь. И до меня начало доходить, что завтра мы фехтуем скорее, сильная встреча, надо там то-то, 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 все, уснула. И все, и нормально. Просто мы проснулись там в 5 утра, понятно, там сильно попать не получилось, потому что рано встречи. А как у вас вообще... Причем, я все-таки опыт. Конечно. А как у вас вообще прошла, знаете, там же огромная разница во времени, как у вас, можно сказать, акклиматизация прошла. Да. Ну, как я уже говорила, то мы были на сборе в Хьюстоне до Рио, и там всего лишь 2 часа разницы, поэтому мы спокойно, да, перешли. Да, то есть, да, нам помогло то, что мы поехали в Хьюстон, первое, перешли на время, приближенное к Рио, и поехали на спарринги. Это к нам очень, нам помогло, то, что мы поехали в спарринге с сильной сборной, там, американской, там были и с Туниса, и кореянки, с которой мы должны были фехтовать потом. То есть, это тоже нам помогло, то, что мы на них посмотрели. Кто договаривался за вот такие вот соревнования? Андрей Борисович Коолосов и Гарнин Джадвич Давидян, главный тренер. Ваша сборная. Ну, да. Вообще, в принципе, тренеры все. Вот, я не знаю, мы с вами говорили уже о спорте и о вашей дальнейшей спортивной карьере, но, возможно, вы бы хотели стать тренером и деткам ваш весь огромный, богатейший опыт передать? Думали об этом? Ну, конечно, думала. Когда-то думала о том, что я бы смогла передать это все следующему поколению, и, я думаю, было бы интересно. Но пока в роли тренера себя видеть, ну, это нужно начать, мне кажется. Начать попробовать, будет ли там диалог с детьми и все такое. Но, опять же, этому надо тоже учиться. Конечно. Он на фехтовании, но посмотреть, как он там чуть не стукнулся уже в трамплин, я уже подумала, а вдруг нет, наверное, все-таки. Но, да, там бывают такие опасные моменты. Ну, так посмотрим. Ну, главное, чтобы было кого отдавать. Что бы вы хотели пожелать детям, которые для кого вы кумир? Ваши, наверное, главные слова для них. Ой, я, наверное, хотела бы пожелать только работать, потому что для каждой цели, для вот этого всего нужно только работать. И не жалеть себя, не знаю, верить в себя, в то, что ты делаешь, верить тренеру. Потому что тренер, на самом деле, это вот 70% вот этого. Не знаю, точно не жалеть себя, потому что как только лень просыпается, сразу ничего не получится. И, не знаю, стараться, стараться во всем. Не только в спорте, в образовании, в жизни, вообще быть хорошим человеком. А у вас есть какой-то кумир? У меня есть глубоко уважаемые для меня люди. Это Мария Альза Гунис. Это человек, который, этот человек с большой буквы. Она прекрасный человек. Она просто достойна всего, что она завоевала. И вот сейчас она, у нее не получилось завоевать в личном соревновании, у медали. Она завоевала в команде только. И она тоже, это четвертая, третья Олимпиада. Нет, это четвертая Олимпиада. Это четвертая Олимпиада. У нее только в Лондоне не было медали. То есть у нее три медали с Олимпиады тоже. И вот она для меня такой глубоко уважаемый человек. И, конечно, там, Майкл Фелбс. Ну, конечно. Я сейчас очень счастлива, что я живу в то время, когда вот эти вот спортсмены есть. Я с ними участвовала на одних соревнованиях и ходила в одну столовую. И все, это вообще, ну, именно вот это время происходит вот такая вот история. Это очень круто. Оль, скажите, а какая медаль для вас дороже? Серебряная или бронзовая? Можно вообще так говорить? Нет, тоже нельзя. Нет, нельзя. Ну, я, по крайней мере, так не говорю. Ну, что это две разные медали. Они кровью и потом. Но сказать, что какая-то из них... Вот это вот наше общее. Вот это вот... Давайте мне покажем. Вот это общее всей нашей команды, всей нашей спортивной семьи, всех моих болельщиков, всех моих родных, родителей, которые вот со мной разделяли все мои переживания. Это все как бы их. Вот эта медаль моя, конечно, личная. Кому вы ее посвятили? Я посвящаю всем. Всем людям, которые меня окружают. Потому что их очень много на самом деле. Целая команда тренеров, которая с нами работала. Начиная от массажиста, заканчивая моим менеджером. Юра Шиповалова. То есть мои родители, которые переживали. Бабушки, дедушки. Я им за это благодарна. То, что они выдержали это, во-первых, со мной вместе. И то, что я дарю им вот такие вот минуты радости. Вот своими вот этими медалями. А мы вам благодарны. Вся Украина, я думаю, благодарны за то, что вы дарите такие эмоции нам. Оль, скажите, о чем вы мечтаете? Вот такой вот вопрос. Как бы мечтать никто... Не вредно, как говорится. Я мечтаю о многом. Я мечтала о медали с Олимпиады, с Рио. Еще плюс. Я получила. То есть я могу смело сказать, что мечты сбываются. Главное, верьте и идите к своей цели. Это вот... Это точно. Я уверена. Я мечтаю о том, чтобы быть просто счастливым человеком. Чтобы у меня... Чтобы все мои родные были здоровы. Чтобы у меня в семье все было хорошо. Чтобы... Ну, то есть, чтобы просто вот быть счастливым человеком. Хочется. Медали у меня есть. Медали как бы меня любить не будут. Хочется, чтобы был там любимый человек всегда рядом. Ну, то есть, недалеко где-то, а рядом. И родители, чтобы были все хорошо. Вот так вот. Женская часть. Да, женская часть. Ну, давайте тогда перейдем к женским вопросам. Более таким. Как вы себя восстанавливаете после соревнований? Возможно, вы там не сидите на каких-то диетах, да? Но, возможно, у вас есть какое-то определенное питание. И, возможно, вы ходите в спортзал. Занимаетесь отдельно уже от спорта. Ой. После соревнований. Так как соревнований у меня много в сезоне. И, ну, просто вот, когда Олимпиады, да, Олимпийские игры закончились. Все, у нас как бы сезон закончен. Для кого навсегда, для кого там дольше. А кто-то продолжает. То есть, и для меня Олимпийские игры, это как пик. Я так все, я иду вниз. Я отдыхаю полностью. Я там ем, что хочу пока что. Первые три недели. Ну, вот, потом это все заканчивается. После соревнований, после обычных, там, турниров, то я высыпаюсь. Для меня сон, это очень важно. Я приезжаю в соревнования, я там могу два дня не выходить из комнаты. Там, пойти поесть, пойти, там, в душ сходить. И только спать. И потому что, там, после сборов это очень тяжело. Да, нужно, чтобы организм отдыхал. Опять же, ем первые два дня то, что я хочу. Вот. А так, конечно, следить за питанием очень важно. Потому что для профессионального спортсмена питание это... Кто за вашим питанием следит? Я. Сама, да? Конечно. Но и диетолога у нас нет, повара у нас тоже нет. Поэтому мы сами, как бы, себе диетологи и повара. Как получается... Вы себя придерживаете в каком-то определенном весе? Ну, конечно, там, иногда хочется, там, чего-то сладкого, то есть, там, соленого, там, что-нибудь такое. Но в день, именно в день соревнований, там, подготовка соревнований, я пытаюсь, там, правильно питаться, чтобы, там, на здоровом теле выйти. После этого уже, так, в два дня у меня отдых, а потом опять заново. Как вы проводите свое свободное время? Посещаете спортзалы, ходите в кино? Ваше любимое место? Да, вот в кино... В Киеве, ну, я, как бы, не живу в Киеве, потому что я сразу еду домой после соревнований, в Николаев. Ну, в кино, вот, я люблю ходить в кино, не знаю, вот, я когда-нибудь, я люблю кинотеатр, не знаю, для меня попкорн, там, там, сестра, мы с сестрой в основном ходим в кинотеатр, и, ну, так, это, как бы, времяпровождение вместе, мы там пообщались до этого, вот, в кинотеатре, я слежу за всеми фильмами. Сейчас, конечно, приехала, быстро сходила в кинотеатр, потому что, да. Пожалуй, успели. Да, я уже успела. Вообще, в принципе, в свободном времени такового нет, и поэтому это максимум отдыха, а потом опять на соревнования. Поэтому сейчас я уже буду чем-то заниматься, только чем надо определиться. А в спортзалы ходите? Да, конечно. Да, я уже начинала, вот, после олимпиады. Уже были? Да, уже. Ничего себе. Ну, лето еще, как бы, не закончилось, а празднования идут, и поэтому надо, что-то... делать уже, потому что так и форму можно потерять, вот, если еще не потеряла. Вот, поэтому, ну, в самом деле, надо себя приучать, когда, вот, там, не фехтование, потому что ты идешь туда, потому что тебе надо, и все. Надо приучать себя постоянно это делать, постоянно бегать, обязательно. Я себя приучаю к этому, не только на тренировках фехтовальных. Вот, так, конечно, ну, следить за собой. Я у вас видела на руке олимпийские кольца. Да. Расскажите, пожалуйста, о них, когда это было сделано. Очень интересно мне. Это было сделано после Лондона. Чисто так решила спонтанно, потому что у меня уже были одни олимпийские кольца, они были неудачные. В общем, думаю, ну, если в Лондоне я что-то возьму, то я себе сделаю уже нормальные олимпийские кольца. Вот, ну, я решила, что они будут именно на этом месте, такого размера, я не хотела какие-то большие, и все, ну, как бы, в любом случае их заметно. Конечно, да, я заметила. Да, и я иногда даже забываю уже про них, но сейчас, как бы, сейчас они уже оправданы, еще две медали. Но вот они у вас с какой ассоцией, с Лондоном, или, возможно, просто... Вообще со всеми медалями, да, с медалями, конечно, это о том, что медалей у меня четыре, надо еще одно, колец-то пять. Вот, Токио вас ждет. Да, может быть. Собственно, наверное, вот желтенькая, золотая, она вас ждет. Ну, есть у вас какой-то, наверное, оберег или талисман, когда вы выходите? Вот кроме Олимпийских колец, наверное, вот, возможно, вот что-то у вас есть такое, может, в вашей сумке, когда вы приходите уже, собственно, в зал наступательный. Есть у вас что-то такое? Потому что у многих спортсменов есть. Ну, вообще, у меня как бы не было, у меня не было, но в 2014 году у нас были соревнования в Нью-Йорке, и я тогда выиграла этот турнир, и ко мне подошла наша, ну, просто с Украины, женщина, которая там, дочка, по-моему, занимается фехтованием, по-моему, даже не саблей, не помню, или саблей, не помню, в общем. И она мне отдала вот такого вот Микки Мауса игрушку, да, сказала, говорит, это мой талисман, говорит, я тебе его отдаю. Я так, спасибо, очень приятно, ну, вообще, и с того момента он всегда со мной, всегда, совсем, ну, то есть... В Рио тоже был? Да. В Рио, и на всех чемпионатах мира, на всех соревнованиях он всегда со мной, и он такой вот себе талисманчик. Ну, наверное, не буду вас больше мучить своими вопросами, единственное, что бы хотела, наверное, попросить, чтобы вы поблагодарили, либо сказали какие-то слова тем людям, которые за вас переживали, которые за вас, за вами следили и смотрели, и... Да, очень-очень приятно, я столько комментариев, отзывов, сколько я видела в соцсетях, ну, то есть это... Мне очень приятно, столько людей там сейчас узнают, и еще говорят там, я с Лондона, или-то я с Пекина болел. И на самом деле это очень-очень приятно, и большое вам спасибо за это, и спасибо, что не забываете и всегда болеете за нас и за всех спортсменов, потому что вы для нас это очень важно, поддержка это всегда очень важно. Вы, как наши родные, родных очень важна поддержка, и ваша тоже. Поэтому спасибо вам большое за то, что переживали, извините за такие переживания сильные, без них никак, вот, Олимпийские игры, это всегда сложно, вот, но... Надеемся, мы вам подарили хорошие, положительные эмоции, и спасибо вам за это. Спасибо, Олечка Луанна, за то, что принесли нашей стране две медали. Спасибо за ваш труд, трудолюбие ваше. Мы вас очень любим, и надеемся, что Токио вас ждет. Меличинская золотая медаль в личном первенстве тоже. Спасибо. Спасибо.